Всем доброе утро! Сегодня у нас суббота и добро пожаловать в мой новый влог. Решила сегодня поснимать. Будет свободный день, поедем с вами в город еще погулять. А сейчас мне курьер привез посылку из моей любимой АЗ. Это интернет-аптека наша местная. Она заказывала там столько витаминов, потому что у них сейчас предпраздничные скидки в 70%. Я просто не смогла устоять. Я уже сама забыла, давайте быстренько посмотрим. Мне кажется, здесь у меня коллаген. Да-да-да-да, коллаген для красоты, видите? Такой порошочек буду растворять с водой. Каждый день нужно пить для красоты кожи, волос, ногтей. Дальше у меня здесь витамин А и Е. Не знаю, зачем я взяла. Мне кажется, что-то лишним не будет, как говорится. Цена была просто смешная, 70% скидка. Взяла Омегу. Омегу нужно пить практически постоянно. Мне вот недавно я была в докторе, сказала, что Омегу можно пить большими курсами. Поэтому я взяла аж две пачки. Вот это, мне кажется, тоже, да, они разные, но тоже, по-моему, стоило около 15 евро, а по скидке 4 евро. Что-то такое. Вот все, кто из Риги, из Латвии, обратите внимание, может быть, еще у вас это что-то есть, что-то осталось по этим сумасшедшим скидкам. Так, Омега, что у меня здесь еще? Ой, крем для глаз. Это, я не знаю, новинка какая-то, я не пробовала. Тоже было 70% или 60% скидка. Посмотрим, что это за Дермедик. Никогда не пользовалась, что-то увлажняющее. И последнее я взяла, мне кажется, пробиотики. Да, пробиотики. Буду пить курс на месяц. Супер экономная получилась у меня посылочка. Я очень-очень довольна. И буду пить витаминки. Так, мы с вами приехали на рождественский рынок. Старый город, старую Ригу. Я, наверное, последний человек в Риге, который еще здесь не был. Конец декабря. Как конец? 20 числа декабря. Я первый раз добралась до этого рыночка. Сейчас посмотрим все. Музычка играет. Я очень хотела в темноту сюда приехать, но получилось днем, но все равно красиво. Атмосфера здесь классная. Сейчас посмотрим, что здесь продают. Что-нибудь съедим с вами. Но сначала я, наверное, кофеек какой-нибудь возьму. Здесь или в кафе рядом. Ослики катают деток. Сейчас быстро пробегусь и за кофейком. Каруселька детская. Красиво. Наш Домский собор и елочка наша. Два года не было маркетов этих базарчиков. Первый раз за два года. Все пьют вино. За рижским бальзамом очередь. Хачапурная. Очередь тоже за хачапурю. Вон они прям в печке их делают. Кстати, очень вкусная. Горячее вино 4 евро. Горячий ром 5 евро. Бальзам 5 евро. Что-то лондонское, английское здесь. Тоже горячее вино 4 евро. Здесь у нас пирожки. И тоже горячие напитки. Вот эта голова, конечно, это жесть. 4 евро. 7... А, нет, 7. 7 евро. 7 евро горячее вино. Горячая еда. Капустка с... Зуб. Этот суп мясной с овощами. Сосиски, картошка. Ой, хорошо здесь, красиво. Масла всякие. О, какой-то напиток из малины и шиповника. Безалкогольный. Это, наверное, вкусно. Завлекают людей колоритно. Красивый вход такой. Каждый год, правда, он одинаковый. Такая арка. Но все равно мне очень нравится. Красиво выглядит. Красивый домик. Прогуливаюсь немножко по старой Ринке. Хочу... Ой, хочу за кофееком зайти. А потом вернусь на маркет. Сувенирный магазинчик такой. Уютненький, уютненький. Уютненький. Рядом с сувенирным этим магазинчиком есть вот такое кафе Крамбл Кейк. Здесь очень вкусный кофе. Есть пирожные. И фишка в том, что они кофе подают в разных чашечках всем. То есть не одинаковые, а разные. Здесь у них витрина такая. Тоже стоят разные-разные-разные чашки. Такие, наверное, для эспрессо, да? Маленькие совсем. А я зайду в свой любимый кофеинчик. Возьму у них мачо. Полюбилась мне у них мачо латте на кокосовом молоке. Так, возвращаемся на маркет. Я с кофейком. Не хочу брать этот глинтвейн. Сейчас никакой, поэтому кофеёк. Но хочу съесть хачапури. Так, очередь. Представляете, заказы уже не принимают. Потому что слишком много заказов. И очередь большая. Ждать 20 минут, но не знаю. Посмотрю. Вон они, вон они. Что, дождалась хачапурка с сыром за 8 евро? Красота. Так, я перекусила прекрасно. Теперь можно прогуляться. Посмотреть, что продают. Петушки. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну видно, что уже порезели полки Уже так лысенько Ракушка красивая очень, кстати 7,90 полцены Будет 4, да Вот эти тоже красивые О, миленькая Принцесска с короной и с ресничками Сколько такая стоит? Тоже 6,90 А, 8,90, да Сейчас 4,50 значит В общем можно еще что-то найти Так, зайдём с вами в гастроном. Здесь всегда много интересного. Куча сладостей. Очень красивые коробки. Что это у нас? Шоколад. По-моему, трюфель. Смотрите, какой шикарный подарок. Ещё и коробка потом останется. Сколько она? 16 евро. А, ну вот здесь шоколадный трюфель. 16 евро. Но коробка того стоит, наверное, ассорти. Красивая. Вот это попроще. Тоже 16, но она попроще. А вот это поинтереснее. Вот такие кексы рождественские. Тоже очень красивый подарок, красивая коробка. Сколько они стоят? Маленькие 4 евро. Большие не вижу, честно говоря. Вот такая классная с собачкой. А, ну вот. 28 евро стоит большой. Вот ещё за 21 есть вот такое. Без коробки. Просто в бумажку завёрнут. За 2 евро маленькие такие. Вот такие подарочные комплекты есть с сухофруктами. 12 евро. В такой плетёной корзинке. А вот это у нас печеньки. Эти пиперкукос. Пряники. Ну, это не так интересно. Вот такое что-то тоже есть. Это что-то, наверное, карамелизированные орехи. И вот такой большой набор за 24 евро. Это всё как подарки. Очень хорошо. Смотрите, сколько растительного молока видов. Та-да-да-да-да-да-да-да-да. Это всё растительное молоко. Раньше было два вида. Миндально-кокосовое. Потом овсяное появилось. А сейчас какое хотите. Соя. Овсянка. Рисовое. Рисово-кокосовое. Миндальное. Гречневое. Гречишное. Ванильное. Баристо. Который разбивается хорошо. Давно хотела попробовать вот такую запеканку из рикотты. Вот сейчас я её возьму. Единственное, здесь такие большие куски. Всё везде. Самая маленькая, я смотрю. Вот эта за 3 евро 11. 400 грамм. Возьму попробовать. Именно интересно, что не из творога, а из рикотты. Купила продуктики. Смотри, Дайсон сейчас, есть он или нет. И сколько стоит, опять всё время забываю. По-моему, 549 евро. Так, 549 евро короткая версия и 579 евро длинная версия. Но мне нужна короткая. Всё, нету Дайсонников в наличии. Есть только фены, лойки. А мой Дайсон будет на следующей недельке. Но они не резервируют. Придётся приехать ещё. Я решила его купить. Всё. Скажите мне, я с ума сошла или нет? Я хочу сделать себе подарок на Новый год. Ну что, я уже дома. Осталась я без Дайсона, как вы поняли. Был только образец в магазине. Ну, я на следующей неделе ещё подъеду. Может быть, удастся купить. Привезут 10 штук. Посмотрим. Как-то у меня пока не складывается. Но я всё. Я решила, что я хочу сделать себе подарок. Хочу купить себе Дайсон. Очень давно уже хочу. Поэтому проще уже купить и забыть. Чем всё хотеть, хотеть, хотеть. Уже надоело, честно говоря. Он всё дорожает уже. И модели меняются. А я всё никак не могу его приобрести. Короче, я только в Стокмане купила еду в итоге. Что я взяла? Взяла котлетку овощную. Взяла запеканку из рикотта. Которую я там показывала. Буду пробовать. Не творожный. А, нет. Это, кстати, мой ужин. Я купила вот такую запеканку ещё из цветной капусты. С сырным соусом. Тёпленькая. Мне кажется, тоже это будет очень вкусно. Ещё взяла вот такой хлебушек-бриошь. Типа хот-дог. Но булочка-бриошь на самом деле. Тоже, мне кажется, обалденно. Потому что у Хазера эта линейка стритфуд моя любимая. И всё. И вот эту запеканку из рикотта. И на этом мои покупки сегодня закончились. Надеюсь, что Дайсон на неделе удастся приобрести. Всё. Спасибо большое за просмотр. На этом буду заканчивать этот вложек. Увидимся совсем скоро в моём следующем видео. Не знаю. Надеюсь, что ещё до конца года я какое-нибудь видео выложу. Всё. До скорой встречи. И всем пока. До скорой встречи.